Ну что же, всем привет, ребят, меня зовут Urban Drew и мы по-прежнему записываем летсплей по игре Seasy Skylines. Данный сезон, как вы можете понять, уже по названию называется, назад в СССР. Здесь мы строим город по типу какого-то города постсоветского пространства, где мы часть районов, часть каких-то локаций просто берем из реальной жизни, а какие-то придумываем сами, включая ваши предложения из комментариев. Да, напоминаю, что вы можете предлагать свои идеи, что мне построить в комментарии, если, естественно, это возможно реализовать. Значит, сегодня я буду строить, опять же, то, что меня уже очень много людей просило. Очень многие хотели, чтобы я построил какой-то, знаете, ну, я никогда не помню, то ли это называется жилой комплекс, то ли это называется жилищный комплекс, я не помню. Ну, в общем, я думаю, все знают, что, по крайней мере, в Москве и Санкт-Петербурге очень распространенные вот такие вот комплексы от компании Пик, вот такие вот, ну, относительно современные. На самом деле, большинство мне этих домов не нравится, потому что они, на самом деле, выглядят как какие-то тюрьмы, вот, и таких, по крайней мере, комплексов по Москве очень много, поэтому я их видел, я, в принципе, знаю, как они выглядят, знаю, какие там придворовые территории у них, как все располагается, в общем-то, для меня это было не новым. Единственное, единственное, что я немножечко скопировал сетку, то есть расположение этих домов в моем городе, он так просто, на самом деле, проще, чем выдумывать, тем более, так, я думаю, выглядит намного реалистичнее и красивее, ну, будет выглядеть, когда вы это все увидите. Значит, единственные дома, которые, я подумал, что сюда подойдут, это вот такие, потому что, на самом деле, они намного, мне кажется, красивее, чем реальные пиковские дома, да и, по-моему, точной копии вот таких комплексов от компании Пик в мастерской стима к Сити Скайлайнсу даже и нет, по-моему, либо я просто плохо искал, но все равно новостройок очень много, и они все, в принципе, ну, современные новостройки, они очень похожи друг на друга, вот, которые именно строят, наверное, за последние пять лет, особенно от каких-то вот крупных компаний частных. Мне еще в комментариях также сказали, что я строю очень много парковок. Возможно, да, вам кажется, что я ставлю слишком много парковок, но, допустим, если мы посмотрим в какой-то двор, напротив каждого, абсолютно каждого дома есть парковочные места. Это обусловлено тем, что, ну, в реальной жизни реально парковочных мест очень мало, а здесь парковочные места можно, в принципе, не делать, но, тем не менее, у нас какой-то упор на реализм, поэтому строить мало парковочных мест я просто-напросто не могу. Вот, не знаю, выглядите, выглядите в окно, и там вот будет куча парковок, ну, правда. Вот, поэтому как-то так. Нет, естественно, я в любом случае прислушиваюсь к вашим комментариям, к вашему мнению, и мы, так сказать, все вместе сделаем мой город самым красивым. Я, кстати говоря, так до сих пор и не придумал никакого названия своему городу. Конечно, мне предлагали в комментариях написать, назвать, вернее, свой город в честь себя, но, во-первых, называть город в честь себя, это, наверное, как-то высокомерно отчасти, и плюс я не знаю, как можно назвать город, чтобы в городе было урбандрюв. Может быть, как-то дрювель, я не знаю, но дрювель звучит отвратительно, если честно, поэтому вот, вы можете также предлагать в комментарии, как я могу назвать свой город. Вот. Вот. Я не стал делать полную копию вот того района, которого я, так сказать, ну, не то, чтобы копировал расположение дорог, я копировал вот этого района, то, что сам по себе этот район очень большой, и вот как-то так. Вряд ли, конечно, кто-то догадается, какой район я скопировал, вернее, какой жилой комплекс, но если кто-то вдруг догадается, то вы тоже можете писать и в комментарии. Вот. У нас такой интерактивный цикл видео назад в СССР, где, ну, я с вами коммуницирую, прям активно, чуть ли там не в каждом ролике, если вы заметили. Тем более, ну, я же не могу строить огромное количество домов. Почему? Потому что я уже рассказывал, что лимит, ну, не то, чтобы лимит City Skylines, лимит жителей 100 тысяч, но просто после 100 тысяч игра начинает дико тупить, и нет смысла вообще, по-моему, после этого что-то делать, тем более с 8 гигабетами оперативной памяти, но я этого вам не говорил. Вот. Естественно, я потом добавлю, не переживайте, не пишите в комментариях, что я не добавил детские площадки, детские площадки я добавил. И многие тоже писали о том, что я добавляю очень мало детских площадок, на самом деле нет, я добавляю их очень много, я добавляю, в принципе, очень много парков, потому что просто некоторые детские площадки, возможно, нельзя увидеть, потому что они скрываются в основном за деревьями, потому что, ну, какая детская площадка без деревьев, правильно? Правильно. Вот. И на самом деле детские площадки расположены прям по всему городу, чуть ли не в каждом дворе, поэтому вам лишь могло показаться. Так что все нормально в этом плане, не переживайте. Еще немного такое отступление, на самом деле мне дико не хватает разнообразия дорог в этой игре, потому что, ну, я не скажу, что эти дороги плохи, ни в коем случае, просто, например, вот те дороги, которые есть с деревьями, они достаточно узкие, а мне, например, хотелось бы видеть дороги, что-то между вот таким большим бульваром и узкой улочкой, но с деревьями, чтобы они не были такими широкими. Поэтому, если вы тоже какие-то знаете такие дороги, я был бы очень признателен, если вы о них мне расскажете. Также я почему-то не нашел полицейского участка или полиции для Сити Скайлайнс в таком российском, советском стиле, но, может быть, я просто искал плохо, опять же. Это тоже может быть. А насчет вот этих домов пиковских, на самом деле, я слышал очень много плохих отзывов, по крайней мере, о части домов, которые строят. А вот за последнее время, первая проблема, это, по-моему, проблемы с лифтами, то есть, они постоянно не работают, то есть, а этажей достаточно в этих домах много, там, до 20-25 этажей, по-моему, если я не ошибаюсь, да. То есть, вот представьте, у вас 25 этажей, ни один из лифтов не работает. Естественно, там несколько лифтов, и вот такое может быть, что ни один из лифтов не в состоянии работать. Вот. Также я слышал, что, по-моему, верхние этажи тоже часто затапливают, это тоже неприятно. Извините меня, вы купили, например, квартиру, да, за несколько десятков миллионов с хорошим видом, с видом, не знаю, там, на лес, например, или на детскую площадку, хотя вот на детскую площадку я не уверен, что это хороший вариант, потому что дети постоянно орут, визжат, учитывая, что какие сейчас дети пошли, это еще и постоянно музыка из колонок, но тем не менее, вот. Да, естественно, не о всех говорю. Да, и, конечно, ситуация очень неприятная, если будет у вас протекать крыша, тем более, пик позиционирует себя как, ну, высококачественные дома, высококачественное жилье, поэтому вот это мне не понять, если честно, почему, почему нельзя нормально построить. Хотя, наверное, сейчас все так строится. Ну, и сейчас, я думаю, стоит построить еще детские площадки, потому что, как без детских площадок вообще невозможно представить никакой вообще район или населенный пункт, но, опять же, возвращаемся к проблеме City Skylines, о том, это, конечно, уже если придираться, то, естественно, на всяких детских площадках их много, но другое дело, там, вот, знаете, на детской площадке же есть горка, качели, а вот в игре этого очень мало, на самом деле, то есть можно построить большую детскую площадку, но все горки и качели там будут одни и те же, и вот в этом плане очень неудобно. Вот это мне, на самом деле, не нравится. Вот, и также я забыл, я очень хотел это построить, но я забыл, поэтому мне пришлось это строить потом на границе вот этого моего района, так сказать, с пиковскими домами, это вот эти вот паркинги многоуровневые, потому что, в основном, они там очень распространены, это такой распространенный вид стоянки для транспорта, потому что, да, наземные парковки это хорошо, вот, но, опять же, многоуровневые парковки, они, во-первых, добавляют большей реалистичности, а, во-вторых, это более эффективное решение в рамках какой-то городской панельной застройки, ну, если говорить про реальность. Ну, и также, если говорить про реальный дизайн, так скажем, про реальную планировку дворов у таких вот жилых комплексов, то она мне, на самом деле, очень нравится, потому что там не так уж и много всеми нам привычных детских площадок, да, на самом деле, вот, что касается Москвы, даже детские площадки обычные, там, у каких-то пятиэтажек сейчас все обновляют, они смотрят достаточно неплохо, но у вот таких домов, у таких жилых комплексов все эти, так скажем, детские площадки, они оригинальные, то есть там, там, безусловно, есть горки, есть качели, но есть какие-то еще детские площадки какие-то, ну, не аттракционные, какие-то элементы, так скажем, и декора, и просто элементы какие-то для интертеймента, так скажем, господи, забываю русский язык, Для развлечений Они мне непривычны И в моем детстве такого точно не было Сейчас, наверное, уже детей ничем не удивить Но, тем не менее, это круто И еще мне нравится, что большинство детских площадок Они, так скажем, закрыты для Ну, не большинство, наверное, часть детских площадок Может, я ошибаюсь, часть детских площадок Они закрыты для посещения обычными жителями То есть обычными, вернее, людьми И пользоваться теми дворами Могут только люди, которые там живут Вот это, на самом деле, круто Потому что, вот, например, на моей площадке Которая около моего дома У меня часть окон выходит на площадку И это просто жуть Потому что площадка действительно хорошая Но из-за того, что она хорошая На нее приходит очень много людей И постоянно бешеные, орущие дети Если, например, раньше дети играли в какие-то Ну, нормальные игры То сейчас они просто бегают и орут По площадке С этими, опять же, с колонкой, с дебильной музыкой Конечно, на вкус их не спорят Но не обязательно всему двору знать Какая у вас музыка в плейлисте На страничке ВКонтакте, извините меня Ну, это так, тоже немножко лирическое отступление Просто мое недовольство Эти пикерские дворы мне нравятся Ну, и тем более Там, наверное, все-таки Немножечко публика получше Потому что Ну, какой-нибудь, не знаю Быдлалкаш не сможет купить Вообще какую-то квартиру И вот в этом как-то плюс Ни в коем случае никого не принижаю Никаким образом Просто вот Контингент Заметно изменение Изменение контингента То, что он там вообще другой Отчасти Отчасти То есть даже люди одеваются Как-то по-другому Ну, это так Тоже уже К слову Вот, ничего особенного Ну, и вот они Мои любимые многоуровневые паркинги Я посчитал, что их прям Ну, реально не хватает Особенно в рамках Какого-то этого жилого комплекса Поскольку в реальности Они очень распространены Вот, поэтому я подумал Что это будет неплохой идеей Вот это, наверное, моя любимая часть ролика Я вам расскажу, почему Здесь я решил построить Полноценный торговый комплекс На самом деле вдохновился я Одним районом По-моему, это Ну, район там называется Куркино А сам комплекс называется Мегахимки Там прям около жилых домов Находится вот большой торговый комплекс С парковками и так далее Я вот решил его Ну, не прям его просто Воссоздать какой-то похожий Я специально скачал Ну, не то чтобы мод Это просто кастомная дорога Которая предназначена для Постройки парковочных мест Вот И чтобы это было тоже реалистично Я очень долго пытался это найти Но, наконец-то, я это нашел Я вообще думал, что мне придется Максимально напрягать фантазию Чтобы построить вот эти вот парковки Чтобы их как-то расположить Чтобы сделать все красиво Чтобы не было каких-то бетонных джунглей Чтобы это выглядело более-менее реалистично Но оказалось, что в этом моде Все предусмотрено И сделать все красиво Достаточно просто на самом деле Поэтому для меня это не составило Абсолютно никакого труда Единственный минус Конечно, мне немножко не хватало Свободного места Из-за вот этого вот кругового движения Которое в форме треугольника Оно, конечно, немножко помешало Но, тем не менее Я как-то попытался Справиться с этим минусом И я думаю В конечном итоге у меня вышло неплохо Парковок я, естественно, сделал много Наверное, назло людям Которые, говорили, что мне много парковок Но торговый комплекс у меня предполагался Что будет очень большой Поэтому я подумал, что Ну, раз у меня очень много торговых центров Очень много зданий Поэтому для этого нужно много парковок Я на самом деле был удивлен Что изначально я думал Типа вот эти вот парковки Они просто как какой-то декоративный элемент То есть они служат исключительно украшением И на них, по идее, машины не смогут останавливаться Но, оказывается Машины там останавливаться могут И мне не придется вручную расставлять машинки В хаотичном порядке на этих парковках То есть машины сами будут из города сюда приезжать Правда, я не знаю Какая у них конечная цель То есть обычно машины приезжают Либо в промышленную зону Жилые, коммерческие И на достопримечательности Не знаю, под каким Это элемент там скрыт Наверное, скорее всего Это просто как Достопримечательность Парк Не знаю, как это правильно сказать Ну, короче, что-то из этого Вот Но также Я восхищаюсь самим собой Хорошо, что я предусмотрел И скачал огромное количество деревьев Потому что Вы знаете, я очень люблю зелень Я люблю делать мои районы зелеными Поэтому Тот факт, что у меня огромное количество Разнообразных деревьев Из разных коллекций Это мне на самом деле очень помогает Что и вам на самом деле советую Потому что Если у вас по всему городу располагаются Одни и те же деревья Это мало того, что скучно Это убирает Даже убивает какую-то индивидуальность У ваших районов У вашего города В принципе И Все районы Могут сливаться Даже друг с другом У меня это уже было на грани Но, слава богу, я вспомнил Что у меня есть дополнительные деревья И я решил их тоже поставить Также, скорее всего Уже к этой серии Или к следующей У меня получится собрать Полную коллекцию Из всех модов и объектов Которые я использую В данном сезоне Назад в СССР Я вам расскажу Почему Я не делал эту коллекцию раньше Ну, во-первых Мне было чуть-чуть лень Потому что коллекция делается Небыстро И там все элементы Добавляются по одному Это очень неудобно Но это, наверное, малая Часть причин Почему я этого не делал Основная причина заключается в том Что я еще, наверное, ее не закончил Естественно, со временем Эта коллекция может дополняться В режиме онлайн То есть ссылка будет сохраняться А объекты будут добавляться Но на самом деле Я хочу, чтобы моя коллекция Была более-менее готовой Вот И я думаю, что большинство объектов Я уже скачал К своему сезону Тем более Наверное, еще больше объектов Я скачать чисто физически не смогу Из-за ограниченного количества Оперативной памяти Вот И таким образом Моя коллекция уже в скором времени Будет готова То есть это будет получаться Либо понедельник Либо вторник Либо среда И вам не обязательно Переходить по ссылке Именно под этим видео Я, естественно, добавлю ссылки На коллекцию Под все видео Этого сезона Так что Насчет этого Вообще не беспокойтесь Все будет хорошо Единственное, чего В наших торговых комплексах Я не видел Скорее вот в таких Вот просто понимаете Торговые комплексы Это скорее какое-то одно здание А вот это Я не знаю Как назвать вот это все Включая парковки И несколько зданий С торговым Ну пусть будет Это у нас торговый комплекс Я у нас не видел Чтобы в рамках наших Торговых комплексов Прямо отдельными зданиями Были Киевсе Макдональдс Но я посчитал Что это будет неплохой идеей Просто как-то разнообразить И заполнить свободное место На моей территории Вот Поэтому Ну блин По крайней мере Смотрится неплохо И ладно Наверное еще стоило бы Добавить потом Какие-нибудь Просто технические сооружения И склады какие-нибудь Возможно Но это уже будет В следующий раз Потому что Об этом я вспомнил Только сейчас Да, мне еще посоветовали Скачать торговый комплекс И торговый центр Лента Но мне не понравилось Какой цветовой схеме Он сделан То есть цвета те же Но в итоге Он получился очень яркий И он вообще не писался Как-то в мой город Поэтому Возможно Я как-нибудь сам Потом переработаю Текстуры Если мне будет Конечно не лень Мне скорее всего Будет лень Но тем не менее Возможно Это потом Будет И возможно Потом я еще добавлю Всяких сюда зданий Там какие-нибудь Не знаю Что у нас еще есть Такого центр мега Что еще есть Карусель Окей Какие-то еще Вроде бы есть Да Я уже не помнил Из головы вылетела Но как бы в любом случае Учитывая что В нашем городе На данный момент Проживает около 25 тысяч человек И это еще не все Заселились Я думаю Добавлять какие-то еще Здания Коммерческие Зоны Пока немножко Неселесообразны Потому что Они просто будут Поставать И постоянно Будет иконка О том Что Мне достаточно Рабочих Поэтому мне этого Не нужно Мне еще Кстати говоря Нужно построить Университет Но для этого Скорее всего Мне придется Купить дополнение Кампус Потому что Там он добавляет Просто Ну Он добавляет Кампус Ну логично Там он добавляет Огромное количество Всяких учебных заведений В рамках какого-то Одного То есть В рамках одного Учебного заведения Куча зданий Это на самом деле Очень круто Вот Ну У меня как-то Не было необходимости Скачивать этого Покупать точнее Этого дополнения Ну Видимо Для того Чтобы опять же Разнообразить Как-то наш город Я думаю Мне придется Это сделать Ну Ничего страшного Оно по-моему Вообще Недорогое Рублей 150 стоит Если мне не изменяет память Вот Так что Кстати говоря Мне это сейчас Постройки Которые мне нужно Сделать в моем городе Потому что У меня прям В телефоне Целый список Постройки Которые мне нужно Сделать Которые вы пишите В комментариях И в принципе Идей Которые у меня возникают Даже прям В процессе поездки Я не знаю Где-нибудь Там по городу Или в метро Да Вот это было бы Круто сделать Ну Как-то так А сейчас Я просто предлагаю Вам посмотреть Что у нас В итоге вышло Что мы сегодня Успели построить Более детально Субтитры создавал DimaTorzok А я хочу поблагодарить всех тех Кто досмотрел это видео до конца Мне действительно очень приятно Если видео вам понравилось Обязательно ставьте лайк И подписывайтесь на канал Но если видео по какой-то причине Вам не понравилось Вы вправе поставить дизлайк И написать причину Почему вам это видео не понравилось Я учту все ваши пожелания А с вами был Урбандрю Всем хорошего настроения Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok